Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Настоящим подарком для детей и их родителей стало открытие дошкольного отделения в школе номер 23 станицы Калужской, которое состоялось 2 февраля 2018 года. Открытие состоялось в рамках федеральной программы по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. Поэтому без преувеличения можно сказать, что это событие имеет государственную важность. 60 дошколят будут посещать новые, просторные, оборудованные по современным требованиям группы. Отрадно, что и коллектив детского сада молодой и энергичный. С таким знаменательным событием малышей и родителей поздравили глава района Атам Джарим, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куимжиев и глава Калужского сельского поселения Гульфия Иванченко. Надо отдавать самое дорогое нашим детям. Пусть у них будет все, чего у нас не было. Пусть они будут самые счастливые, самые радостные. Я уверен, что в этих стенах их ждут любовь, взаимопонимание, хорошее отношение со стороны воспитателей. В торжественной обстановке с почетными гостями была перерезана красная ленточка. И еще одно дошкольно-образовательное учреждение официально начало свою работу. Поздравить маленьких хозяев, их родителей и новый коллектив детского сада с открытием прибыли и герои сказок – Буратино и Мальвина. Ребята вместе с героями играли в разные игры, танцевали, веселились. Сегодня мы работаем на будущее, а будущее – это наши дети. И пусть эти маленькие звездочки с радостью будут приходить в наш детский сад. Немало труда и забот у строителей и педагогов потребовало долгожданное открытие. Но тем ярче улыбки малышей и благодарность родителей. Мы безгранично благодарны Адаму Шахметовичу, естественно, Марине Владимировне, Любовь Владимировне, всем нашим руководителям, муниципальному совету, всем людям, которые приложили максимум души, усилий для того, чтобы у наших деток наконец-то появился полноценный детский сад. Для нашей станицы это огромное событие. Можно сказать, городообразующее предприятие у нас школы и детский сад. Действительно, это огромное событие для нашей станицы, это сказка для наших детей. Они с огромным желанием будут сюда приходить каждый раз, я в этом просто уверена, потому что у нас прекрасные воспитатели, у нас прекрасная здесь обстановка, обстановка любви, тепла и счастья. Сегодня в честь годовщины победы в Сталинградской битве в Доме культуры Станицы Северской состоялся показ театральной постановки «Память». Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры представили литературно-музыкальный спектакль, в основу которого легли письма и воспоминания фронтовиков, стихи и песни военных лет. Мне все снятся в военной поры пустыри, где судьба нашей юности света. О тяготах и ужасах того времени и о той цене, которую пришлось заплатить за победу, юным зрителям рассказали студенты 3-го и 4-го курсов направления театральное творчество. Однако, по словам самого режиссера, постановка не только о войне. Там тогда были простые люди, как сегодня, как каждый из нас, но обстоятельства были другими. Их вера, вера в людей, в друга, в светлое будущее, в свою страну. Вот об этом. Отдельные фрагменты спектакля уже были представлены зрителям ранее, но полная версия постановки увидела свет только сейчас. Рассказ о людях того времени, наполненный самыми разными эмоциями и переживаниями, дарит зрителям возможность прикоснуться к живой истории. И, конечно же, дает пищу для размышления. Если в зале из 100 человек 10 человек задумается, 10 человек скажет, да, они сильные, они простые, как мы, но они сильные, и надо об этом пойти узнать у бабушек, дедушек, прадедушек, это хорошо. Данил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». С целью организации качественного медицинского обслуживания на этой неделе в Новодмитриевской амбулатории прошел прием пациентов краевыми и районными врачами. Жители смогли получить консультацию узких специалистов. Врач-невролог и врач-эндокринолог были приглашены из краевой клинической больницы номер один. Врач-кардиолог и врач-офтальмолог приехали из Северской районной больницы. Этот приезд узких специалистов позволил местным жителям получить помощь на месте, не выезжая за пределы поселения. Людей, пришедших на прием, оказалось немало. Стартное мероприятие, которое мы проводим в течение года, постоянно. Этим, конечно, мы сокращаем количество очередей. Например, у краевых специалистов, которым записываться через интернет, очередь растет. Это, безусловно, сокращает количество очередей. Плюс мы приняли своих очень много специалистов, у которых уже нет необходимости ехать в край. Остались довольны и пришедшие на прием пациенты. В случае необходимости сельчане получали направление на дообследование или госпитализацию в краевые медучреждения, где им предоставят специализированную медицинскую помощь. Почти два месяца стояла на очереди, чтобы попасть к специалисту. А тут я позвонила, вот и тут, как раз говорят, приедут. Качество приема очень хорошее. Хорошо все расспросила, проверила. Все врач, очень мне понравилось. Выезды в село специалистов краевых и районных поликлиник достаточно эффективны. И эта результативность будет только усиливаться. Глава района и первый заместитель главы Марина Наумейко лично осуществили контроль за качеством проведения приема жителей. Также представители районной власти и руководители Центральной районной больницы Маноли Сананников еще раз проговорили о возможности проведения косметического ремонта второго этажа Новодмитриевской амбулатории. Когда мы находимся в Новодмитриевской амбулатории, что хочется сказать насчет нее? В прошлом году мы с силами спонсорских помощи администрации сельской ЦРБ отремонтировали первый этаж. Замена окон, напольного покрытия стен. Сделали по максимуму все, что можно было сделать. Сейчас он выглядит, вы видите, нормально, красиво. И люди получают не только лечение качественно, но и в хороших условиях. В планах в этот год стоит, отремонтировать второй этаж, потому что он находится, скажем так, в плохом состоянии. Мы должны заменить напольное покрытие, двери. Как я уже сказал, люди должны не только получать лечение, но и в комфортных условиях лечиться. Торжественное возложение цветов к памятнику героя Советского Союза Семена Соболева состоялось в станице Северской. Почтить память героя войны пришел глава Северского района Адам Джарим, депутаты Законодательного собрания Андрей Куимжиев и Сергей Орленко, представители казачества, духовенства и школьники станицы Северской. Память о подвигах героев бережно хранят потомки. Преисполненные гордостью за своего земляка и за отечество, люди не жалеют слова благодарности. Не задумываясь ни о чем, он отдал свою жизнь. Отдал свою жизнь и тем самым прославил Кубань, нашу страну, и маленькую станицу Стефановска. На вечно вписано его имя, в летопись тех лет. И сегодня мы ему низко кланяемся и говорим спасибо за мирное небо, за то, что мы сегодня имеем право жить в мире в согласии и взаимопонимании. Сегодня имя героя увековечено не только в камне. В ходе поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант Семен Соболев был удостоен почетного титула «Имя Северского района». По маршруту «Боевое имя Кубани». Каждый, кто пережил те страшные военные годы, совершил свой личный подвиг. И наша задача как потомков – пронести знания об этом подвиге через года для будущих поколений, чтобы жизни, отданные за нашу страну, никогда не были забыты. Открытая сессия Совета Смоленского сельского поселения состоялась в среду, 31 января, в Доме культуры «Автомобилист». На собрании присутствовали глава района Адам Джарим, глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов, заместители главы района, депутаты, а также руководители предприятий и учреждений района и жителей поселения. Глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов рассказал, что было сделано местной администрацией в 2017 году, и отметил жизненную необходимость таких отчетов, поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что необходимо сделать. В населенных пунктах поселения, а их четыре, в течение 2017 года проводились ежедневные работы по их благоустройству. Это грядирование, отсыпка улиц, ремонт подвесного моста через реку Афипс, установка дорожных знаков, ремонт уличного освещения, обустройство тротуаров и закладка аллеи в районе памятника воинам Великой Отечественной войны. В Смоленском поселении развита деятельность крупных личных подсобных хозяйств. На территории поселения осуществляется деятельность более 10 крупных личных подсобных хозяйств. Данное хозяйство специализируется на откорме и воспроизводстве крупного и мелкого рогатого скота, а также занимается тепличным хозяйством и виноградовством. Малым в формах хозяйственной оказывается конструктивная помощь и помощь в прохождении обучения. Озвучил глава и основные мероприятия по наведению санитарного порядка в поселении, по развитию культурной и спортивной жизни. В конце доклада Сергей Петрович поблагодарил жителей за поддержку и помощь в благоустройстве поселения. В нашей станице становится все чище и краше. Это благодаря заслугам жителей нашего поселения, которые не безразличны облик родного поселения. На заседании выступил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Алексей Васильев. Он напомнил жителям о правилах поведения при возникновении ситуации техногенного и природного характера. Уважаемые жители, необходимо знать и уметь применять первоочередные навыки при действиях, случаях, угрозах и возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. По возможности немедленно звоните по телефону 01 или сотового телефона 101. При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку, старайтесь говорить коротко и понятнее. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Лед на водоемах – зона повышенного риска. Помните, несоблюдение правил может привести к трагедии. После докладов слово передали жителям. Вопросы, задаваемые из зала, касались благоустройства всех населенных пунктов смоленского поселения. Люди не хотят на данный момент сами решать. Глава выделил трактор, нарезали канавы. Каждый человек должен выйти, почистить эту трубу. Элементарные вещи возле двора покосить, сделать какую-то уборку мы не можем. Мы бежим в станицу, в администрацию, чтобы нам это сделали. Просьба ко всем. Давайте заниматься тоже этими вопросами, помогать нам в этом благоустройстве и в различных вопросах общества. Подводя итоги, глава района Адам Джарим поручил уделить в 2018 году должное внимание работе жилищно-коммунального хозяйства, ремонту и отсыпке дорог в поселении. Ну, глава работает только 4 месяца, да? За 4 месяца подводить какие-то итоги рановато. Но, по моим наблюдениям, то, что он доступен, то, что он отзывчивый, то, что он вникает в проблемы поселения, всегда встречается с людьми, общается, помогает, это уже большой плюс. Есть проблемы и по водоснабжению, есть проблемы и по электроснабжению. То есть, возьмите все это на контроль, вот то, что было озвучено, чтобы эти вопросы уже на следующем собрании не поднимались. Мероприятие закончилось награждением руководителей предприятий и учреждений благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество, неоценимую помощь и поддержку в совместной работе. В жизни всегда есть место подвигу. Круглый стол на эту тему прошел в Центре развития творчества детей и юношества Станицы Северской. Считаете ли вы себя патриотом, готовы посвятить жизнь процветанию Родины и какие поступки можно назвать по-настоящему патриотическими? На эти простые и одновременно сложные вопросы предлагалось ответить лидерам утинического самоуправления из 22 школ района. И каждый из ребят видит в этом что-то свое, особенное, неповторимое, но обязательно объединяющее всех нас. Быть патриотом стоит даже захотеть надо обсудить. Это посещение классных часов, это митинги в Киеве, возложение цветов на память, это вспоминания о прошлом, это взгляды на будущее глазами детей. Мы считаем для того, чтобы быть настоящим патриотом, мало того, что надо защищать страну, но нужно помнить все подвиги, которые сделали наши деды и прадеды. Нужно помнить нашу историю, ее очень счастливы. Мы готовы посвятить свою жизнь процветанию страны. Воспитание достойного гражданина своей Родины – одна из главных целей месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В Северском Центре Творчества на протяжении всего учебного года ищут и внедряют новые формы, интересные современному поколению патриотов. Это уникальная площадка. Мы, во-первых, находимся в центре нашей страны, в районном центре. Мы можем собирать здесь ребят из всех наших образовательных организаций нашего района. Сейчас стартовал месячник. В нашем Центре Творчества проводится много мероприятий. И огромное количество этих мероприятий вносит в общерайонные. Свою работу мы видим в том, чтобы помочь нашим ребятам раскрыть свои лидерские качества. Безразличие и равнодушие стали бичом нашего времени. Борьба с ними – это тоже патриотический поступок, наравне со спасением жизни и помощью нуждающимся. Об этом также говорили на встрече взрослые и дети. Ну, если нужна помощь, просто помогать, быть отзывчивым, не быть каким-то там закрытым, сахнутым в себе. Быть обычным человеком, который добрым, помочь людям. По роду своей деятельности мне приходится участвовать во многих мероприятиях, помогать многим людям – бабушкам, молодежи. Каждый из нас может быть патриотом на своем месте, делать то, что от него ждут и то, чего не ожидают. Помочь близкому, протянуть руку, оказаться там, где больше всего нужна помощь и поддержка. Все это наполняет красивое слово «патриотизм» истинным смыслом дел и поступков. В этом и заключается подвиг жизни каждого человека. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Атаман Субтитры подогнал «Симон»